Церковь Русская, красуйся, великуй! Семь, о жалоб твоя, пресловно и члют, во славе пресса я, радующийся! Досточтимый отец-наместник, отец Алексей, дорогие отцы, братья и сестры! Мы сегодня совершили богослужение торжественное в память святаго, благоверного и преподобного князя Даниила Московского, удивительного человека, главы государства, имевшего большую власть, имевшего не только власть военную, моральную, юридическую, но обладавшим огромным духовным авторитетом среди своего народа. Именно этой духовной жизнью, силой духовного прозрения, можно и объяснить то, как благоверный князь предвидел историческое развитие всей Руси, предвидел возвышение ничем неприметного в то времени града Москвы. Именно он начал здесь строительство монастырей, укрепление града, как бы приуготовляя его к приятию из рук Ветхого Киева, державы всея Руси. И мы знаем, что особое духовное состояние, возвышенное, святое, этой удивительной личности наложило отпечаток и наград Москву. В нем стали создаваться многие обители, сюда стали стекаться святыни. И не случайно, что формальное преобразование Москвы в столицу всея Руси произошло именно так же по церковным причинам, когда митрополит Петр Киевский всея Руси, находившийся в изгнании по причине оккупации татарами древнего Киева. Временное свое пребывание в граде Владимире сменил на постоянное пребывание в граде Москве, заложив кафедральный собор Успения Пресвятые Богородицы, собор всея Руси. Может быть, если не духовный подвиг святаго князя Даниила, сочетавшего с себе правителя и монаха, если бы не его пронзительный взор в будущее, который высветил духовное величие града сего, то, может быть, никогда бы Москва и не стала местом пребывания первосвятителей Церкви Русской и столицы русского государства. Мы вспоминаем сегодня память святаго благоверного и преподобного князя еще и потому, что обитель сия, место его упокоения, имеет сегодня совершенно особое значение в жизни Русской Церкви. По промыслу Божию, в далеком уже 1988 году, в преддверии празднования тысячелетия крещения Руси, тогдашняя власть пошла навстречу верующим людям и дала разрешение возродить Данилов монастырь как духовный и административный центр русского православия. Так оно и случилось. И удивительным образом то решение совпало с некогда бывшим решением святаго благоверного и преподобного князя Даниила, создавшего в Москве первую обитель на этом святом месте. И вот исторически первая обитель в Москве стала духовным и административным центром Святой Руси. Мне Господь дал замечательную возможность в течение 20 лет, возглавляя отдел внешнецерковных связей, трудиться здесь, на территории этой обители. Я всегда любил совершать здесь божественные службы, общаться с отцом-наместником, с братьями, которые молитвами своими подкрепляли и меня в то непростое время. А ныне, когда основная патриарши и синодальная резиденция перемещена в Данилов монастырь, и когда адрес Даниловского монастыря стал адресом всей русской православной церкви, я особо уповаю на предстательство Святаго Благоверного и преподобного князя Даниила, у мощей которых отныне проходит служение патриарха, священного синода, очень важных подразделений нашей церкви. Все, что сегодня церковь делает, направлено не на укрепление ее какого-то человеческого могущества, таковым могуществом она никогда не располагала. Все то, что делает сегодня церковь, направлено на спасение душ человеческих, потому что это и есть основное и единственное служение церкви. И вот в сегодняшнем Евангелии от Марка повествуется о том, как спаситель пришел в дом Леви Алфея, мытаря. Он проходил мимо того места, где мытарь, то есть сборщик податей, собирал дань со своего народа в пользу иностранных оккупантов, римлян, ненавидимых всем народом. Эта ненависть к иноземцам в первую очередь распространялась на тех, кто служил их власти, кто содействовал порабощению народа. А потому люди, бросая в ящик для податей свои деньги, ненавидели тех, кто был рядом с этим ящиком, усматривая в них врагов и народа, и государства, порабощенного римлянами. Господь совершил что-то из ряда вон выходящее. Люди относились к мытарям как к прокаженным, боялись духовно заразиться, боялись компрометировать себя, потерять свое честное имя, а Господь подходит к этому несчастному левию и в этот же вечер оказывается у него в доме и ужинает вместе с мытарями и грешниками. Если перенести эту картину, эту ситуацию в современную жизнь, то абсолютное большинство тех, кто сегодня стоит в храме, людей благочестивых, верующих, ничего подобного не смогли бы понять. Ведь мы с такой легкостью делим людей на друзей и на врагов. А если уж появляется враг, то часто ненавидим его так, как только можем ненавидеть. ведь точно так же к мытарям относились и тогда, во времена Спасителя. А он пошел и вместе с ними вкушал пищу. И когда блюстители порядка, правил, закона, присутствовавшие фарисеи, конечно, не за столом, они не могли быть за одной трапезой с мытарями и грешниками, они, видимо, издали из окна или через огно, наблюдали за этой страшной сценой, когда стали возмущаться, то ответ Спасителя был такой ясный, такой человеческий, такой понятный. Нездоровые, а больные имеют нужду во враче. Сказал и как бы отсек всю человеческую слабость, все предрассудки и одним словом выявил Божью правду, во враче нуждается больной. И далее я пришел для того, чтобы не справедников спасать, а грешных приводить к покаянию. Если мы последователи Господа и Спасителя, то должны помнить эти слова. Не прикасаясь ко греху, не заражаясь грехом, не оправдывая грех лицемерными заявлениями или лжепрощениями. Мы должны отделять грех от грешника и грешнику никогда не терять своего внимания и делать все для того, чтобы грешник стал праведником. Если когда-то в какой-то момент приходится чтобы подвергать риску загрязнить свои собственные ризы, мы должны вспомнить Спасителя. А разве Он не рисковал, переступая порог дома мытаря и вкушая пищу с мытарями и грешниками? Миссия Церкви в мире направлена на тех, кто имеет нужду во враче. Мы живем в то время, когда большая часть общества больна, не сознавая этой болезни. Эта болезнь иногда проявляется в безбожии, в агрессии, в распространении зла и клеветы на Церковь. Каков же должен быть наш ответ? Мы не должны ни словом, ни делом, ни жестом, ни взглядом, ни намеком, ни полунамеком не создать впечатление, что мы поддерживаем грех или поддерживаем кощунство. Мы должны твердо стоять на правде Божией. и одновременно помнить, что даже самый согрешивший человек достоин того, чтобы бороться за спасение его собственной души, не идя ни на какие компромиссы с дьяволом и с грехом, но твердо отстаивая ту великую истину и правду, которую Бог вручил нам через святых своих апостолов. Мы сталкиваемся с подобного рода случаями повседневно в наших семьях. Здесь люди неверующие, склонные к хуле, к клевете, на церковь, на Бога. Иногда это бывают наши мужья или жены, иногда дети, а иногда родители. Отстаивая Божью правду, давайте помнить слова Спасителя. Нездоровые, но больные имеют нужду во враче. Я пришел не праведников спасти, но грешников. И следуя этому Слову Спасителя, мы будем способны силой Его благодати при участии наших скромных сил преобразовать мир. А другой задачи у нас и нет. Перед нами не стоит мелких сиюминутных задач, которые часто захватывают воображение людей, которым кажется, что именно решение этих задач и откроет некую перспективу счастливой жизни и в будущем мы знаем, что так не бывает, что перспективу счастья открывает человеку спасение души. Именно этому самому главному делу, последствия которого не ограничиваются земной человеческой жизнью, но переходят в вечность. Мы смиренно служим, продолжая дело с Христа Спасителя, святых апостолов, Богом прославленных мужей, среди которых святой благоверный и преподобный князь Даниил Московский. Аминь. Субтитры 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 Субтитры